Вы на канале лекарственные растения. Всем привет! Настоящий и незаменимый домашний доктор растет практически у каждой хозяйки. Мясистая мякоть листьев этого растения настоящий кладезь полезных веществ, обладающих выраженными целебными свойствами. Алоэ – это род суккулентных растений семейства асфодиловые. Насчитывается примерно 300 видов. Родиной алоэ считаются тропические районы Южной Африки, Мадагаскар, Юго-Западная Азия и на Аравийском полуострове. В России в качестве дикорастущей культуры не встречается, но удачно выращивается в зоне субтропиков и на Черноморском побережье. Алоэ имеет специфический химический состав. Его листья являются главным лекарственным сырьем. В них содержится вода и множество различных веществ. Ботаническая характеристика некоторых видов рода алоэ. Толстые суккулентные листья алоэ формируют прикорневые, реже верхушечные розетки, усаженные колючками по краям. У определенных видов алоэ расположение листьев двухрядное или спиральное. Форма листовой пластинки очень разнообразна. Дельтовидная, мечевидная, ланцетовидная, линейно-лацентная. Крупные цветки формируются в пазухах листьев и вырастают в длину до 30-50 см. Цветки образуют метельчатые, колоссовидные и кистевидные соцветия различной окраски от красного, желтого и оранжевого цвета до белого. Плод алоэ с множественными трехгранными семенами, кожистый или деревянистый, а по форме цилиндрический. В листьях и побегах алоэ содержатся сложные гликозидные соединения. Антрогликозиды являющиеся производными антрохинона. Смесь их принято называть алоинами. При гидролизе они расщепляются и дают арабинозу. И алоэ-М1 антрохинон или алоэ-М1 антронол. Кроме алоэнов также содержатся в алоэ наталоин, рабарберон, гомонаталоин, изобарбалоин, ферменты, витамины, полисахариды, фитонциды, смолистые вещества, следы эфирных масел, минеральные вещества, калий, кальций, медь, магний, барий, цинк, литий и другие различные органические и неорганические соединения. В белке алоэ содержится 18 аминокислот, витамин и провитамин А, а также витамины С, В2, В3, В6, В12, Е, Д2, H, ПП. Кроме того, из растения выделены дикарбоновые кислоты, янтарные, ароматические и оксикислоты жирного ряда. В растительном соке обнаружены 12 антрохинонов, алоэ тиковая кислота, антибиотик, алоэ М1, бактерицидное действие, алоин, обезболивающее антибактериальное противирусное действие, антрацен, антибиотик, оказывает противовоспалительное действие, антронол, антибиотик, барбалоин, обезболивающее и антибиотик, хризофановая кислота, оказывает противогрибковое действие на кожу. Имадин, бактерицидное действие, помогает с кожаными заболеваниями. Эфиры коричневой кислоты, обезболивающие антибиотик, эфирное масло, обезболивающие, изобарбалоин, обезболивающий антибиотик и резистанол оказывают бактерицидное действие. Алоэ обладает антисептическим и бактерицидным свойством, укрепляет иммунную систему, лечит простудные заболевания, помогает справиться с головными болями, нормализует пищеварение, улучшает метаболизм, лечит заболевания полости рта, гастрит и язву, устраняет диарею и запор, выводит токсины из организма, улучшает зрение, быстро заживляет ушибы, порезы, гнойные раны, облегчает состояние при солнечных ожогах, защищает от ультрафиолетовых лучей, помогает при кожаных заболеваниях, борется с воспалением и зудом, оказывает омолаживающий эффект, обеспечивает регенерацию кожи, увлажняет ее и делает более упругой, способствует быстрому росту волос и улучшает их состояние, а также эффективно справляется с натоптышами и мозолями, с заболеваниями мочевыводящей системы, болезнями органов дыхания, туберкулез, бронхиальная астма, воспаление легких, справляется также с сахарным диабетом и проблемами суставов. В гинекологии тампон, смоченный свежим соком алоэ вводят во влагалище при эрозии шейки матки. Применение в народной медицине и домашних условиях очень просто. Практически у каждой хозяйки на окне стоит горшочек с алоэ. Разновидности вера, столетник, древовидная, сильно ветвистая или джексона. Для употребления его в целях лечения нужно всего лишь отделить от стебля средние и нижние листья с влагалищами. Желательно не срезать, чтобы избежать потерю сока. Использовать растение лучше не моложе трех лет. Когда решите сделать лекарственное сырье, то до его приготовления не поливайте цветок в течение двух недель. Если поместить растение в неблагоприятные для него условия, например в холодильник на две недели, то листья алоэ начнут вырабатывать вещества, усиливающие жизненные процессы в тканях. Лекарственное средство из алоэ с медом принимают при вирусных заболеваниях, кашле, ларингите, а также для устранения проблем с желудком, желудочно-кишечным трактом и для очищения организма. Свою язву и гастрит я лечила свежевыжатым соком алоэ. Отламывала листик, выдавливала сок толкушкой, получалась одна столовая ложка, иногда больше, и пила на голодный желудок за 30-40 минут до еды. Закусывала медом на кончике чайной ложки. Мой курс лечения продлился примерно 2-3 месяца. Пищеварение стало работать на отлично. Сочетание данных продуктов является весьма популярным среди любителей народной медицины. Мед, как и алоэ, обладает уникальными полезными и лечебными свойствами, поэтому в паре они усиливают свои действия и становятся более эффективными. При язве и гастрите листочки алоэ мелко нарезать или измельчить в блендере, добавить мед один к одному, перелить ингредиенты в стеклянную банку, закрыть плотно крышкой и убрать в холодильник на 2 недели. Принимать за 30 минут до еды по 1 столовой ложке 3 раза в день. От насморка и простуды смешайте один к одному алоэ и лимон. Капать по 2-3 капли каждую ноздрю 3 раза в день. Для избежания появления мелких морщинок достаточно 1-2 раза в неделю делать 10-минутные примочки. Благодаря данной процедуре кожа долгое время будет оставаться упругой и молодой. При кожаных заболеваниях делают примочки из свежих листьев алоэ. История из моей жизни. Однажды мы с дочкой отдыхали в деревне у родственников и нам подарили деревенского котенка, но никто не заметил, что животное болело стригущим лишаем. Мы забрали с собой совсем маленькую двухнедельную кошечку в город, везли в машине всю ночь, а по приезду через сутки обнаружили на теле прыщички, похожими на лишай, и они все время чесались. С подозрением обратились к дерматологу, где диагноз подтвердили. Дочки выписали мазь, которую надо было мазать по несколько раз в день в течение месяца. А я на место поражения приложила свежий листик алоэ, заклеила пластырем и ходила на протяжении двух дней. Только периодически меняла утром и на ночь. По истечению срока все прошло. Алоэ так быстро вытягивает инфекцию, что места поражения и видно не было. Или случай из детства. На ягодицы вскочил большущий фурункул. Доктора сначала назначили мазь Вишневского, но она не помогала. Затем они приняли решение вырезать гнойник. А я так боюсь операций, да и шрам бы остался. Придя домой, рассказала домашним об операции. И тут бабушка говорит, операции не будет, идем со мной. Она отрезала большой листик алоэ вера. Ему было уже много лет. Приложила на воспаленный участок и заклеила пластырем. Как весь сок листка алоэ полностью впитался в гнойник, меняли на свежий. Через неделю все прошло. Врачи были в недоумении. А теперь я дома выращиваю два вида алоэ. Два самых популярных алоэ это вера и столетник. Оба вида этих суккулентов признаны традиционной и официальной медициной. Их лекарств свойства используются в препаратах. Отличаются они всего лишь небольшим изменением химического состава и внешним видом. Но в основном полезные биологически активные вещества практически одинаковы. На своем примере употребляю я и тот и тот. Они у меня бедняги не успевают расти. И как всегда, друзья, не имеются противопоказания. В определенных случаях использование алоэ нельзя применять при чрезмерных менструациях, воспалении почек, беременности, маточных кровотечениях и болезнях сердечно-сосудистой системы. При необходимости консультируйтесь с врачом. А на сегодня все. Используйте лечебные растения с умом. Крепкого вам здоровья, друзья! И до новых встреч на канале Лекарственные растения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова